Долгое время я не понимал и не принимал полноразмерных наушников, мне было куда проще пользоваться обычными проводными затычками. Сначала они, потом беспроводные наушники, потом и вовсе TWS, которые положил в карман и забыл о них, они всегда с собой. Нужно достал, послушал. Но купив однажды полноразмерную модель, я понял как это классно и с тех пор используюсь практически только ими. Хотя TWS наушники у меня всегда лежат в рюкзаке на всякий случай. И вот не так давно у нас в редакции оказались наушники JBL Tour One. Главный редактор сразу дал мне задание разобраться в них и понять, чем они хороши. Тем более, что я сталкивался с техникой этого бренда, наверное, во всех ее проявлениях. У меня было практически все с этим логотипом. Я провел с ними достаточное количество времени, чтобы понять, чем они хороши, и сейчас расскажу об этом. Уже на уровне коробки становится понятно, что эти наушники какие-то другие, и они не похожи на остальные модели, которые показывал бренд JBL. Сам картон и стиль оформления мало отличаются от привычных моделей, но изображение веет какой-то премиальностью что ли. Этот эффект только усиливается, когда берешь наушники в руки. Чашки отделаны чем-то типа мягкого софт-тач пластика, так же, как и нижние части головья. Амбушюры отделаны мягкой эко-кожей. Снизу под креплением головья есть полированный пластик. Это смотрится очень классно, но в этих местах он не будет заляпываться. Ну и если их раскрыть, то здесь виден полированный металл. Вот это действительно вызывает уважение и смотрится очень даже премиально. Наушники не только премиально ощущаются в руках, но и очень приятно сидят на голове. Они легкие, комфортные, не давят на голову, и у них большой размер оголовья. А еще оголовье у них очень мягкое, и оно хорошо гнется. А покрытие вот это, которое софт-тач может, кажется, на первый взгляд, поцарапаться, но оно не царапается. Гвоздем я его, конечно, не царапал, но так, если поскрести его ногтем, то с ним ничего не случается. На голове Tour One сидят очень плотно и совершенно не давят на голову. А что я еще отметил, что у них очень большое оголовье, то есть есть большой запас по регулировке. Для меня всегда это было проблемой. Когда я подбирал наушники, они все время сидели на голове так, что они были просто впритык. Здесь есть запас, и это очень приятно. Если у вас большая голова, обратите на это внимание. Я думаю, для вас тоже проблема подобрать наушники. С технической точки зрения тоже все хорошо. Наушники предлагают много передовых функций, включая режим прозрачности и датчики снятия с головы, когда вы снимаете их, и они автоматически ставятся на паузу. Но есть и продвинутый шумодав. Это не просто система шумоподавления. Она называется Thru Adaptive и отвечает за то, чтобы постоянно анализировать уровень шума, который находится вокруг вас. То есть это не однотипная борьба с внешним шумом, с какой-то одной его тональностью, а она постоянно анализирует характер этого звука, чтобы понимать, как с ним бороться и как сделать вокруг вас мир еще более тихим. Сложно сказать, что является киллер фичей этих наушников, особенно если выбирать что-то одно. Но, наверное, на такое почетное звание претендует автономность и время зарядки этих наушников. За 2 часа они набирают 50% своего заряда, а на максимальном заряде они могут работать 25 часов с активным шумоподавлением и 50 часов без него, если музыка просто передается через Bluetooth. Для понимания, 50 часов это примерно, если вы будете слушать музыку по 3 часа в день, ездить на работу по 5 дней в неделю, то это 3 недели и 2 дня прослушивания музыки от одного заряда. Почти месяц. Режим шумоподавления можно переключать на левой чашке, но кнопка настраиваемая. Там же находится разъем USB Type-C для зарядки. Справа разместился тумблер выключения, кнопки регулировки громкости и 3,5-мм разъем для наушников. Поверхность правой чашки является сенсорной панелью, которая позволяет запускать или останавливать музыку одним касанием, перематывать вперед двумя касаниями, перематывать назад тремя касаниями и вызывать ассистента долгим касанием. В комплекте идет кейс из плотного грубого материала, который едва ли сильно поцарапается, даже если вообще не беречь его. В нем есть место для самих JBL Tour One, самолетного переходника и отдельный кармашек для кабеля, в котором лежат миниджек на миниджек и зарядка. Что касается звука этих наушников, то с ним здесь все нормально. Кроме фирменного напористого баса, который присущ наушникам и акустическим системам бренда JBL, здесь есть и четкие различимые верха и довольно-таки детализированная середина. Это Hi-Res Audio модель, частотный диапазон которой раскинулся в диапазоне от 10 Гц до 40 тысяч Гц. За звук отвечает динамик с диаметром мембраны 40 мм. Я тестировал эти наушники в разных жанрах музыки. В обычной жизни я, как правило, слушаю рок, но пытался пробовать и другие жанры, чтобы понять, где у них минусы и к чему можно придраться. И я как-то так особо и не нашел, к чему действительно по-серьезному можно придираться. Я не привык рассматривать гаджеты в отрыве от их цены. Конечно, в более дорогих диапазонах, наверное, можно найти какие-то наушники, которые будут звучать еще лучше, но меньше чем за 20 тысяч рублей вы едва ли найдете что-то, что будет звучать лучше, чем эти наушники, и обладать всеми теми функциями, которые у них есть. Для подключения используется Bluetooth 5.0, и на большом расстоянии, даже в квартире, соединение с телефоном не разрывается. Я пробовал уходить в другие комнаты, но музыка все равно не прервалась. Для того, чтобы ассистент мог слышать ваши команды, а собеседник мог слышать ваш голос во время телефонного разговора, на корпусе есть сразу 4 микрофона. Они расположены так, чтобы подавлять внешние шумы, шум ветра и делать ваш голос более чистым. В Ураган я ими не пользовался, но в обычный легкий ветер на улице я спрашивал собеседников, хорошо ли меня слышно, и они говорили, да, все нормально, почему ты спрашиваешь, мы тебя отлично слышим. Для глубокой настройки Tour One есть фирменное бесплатное приложение. Оно позволяет переключать все главные функции, например, выбрать между активным и обычным режимом шумоподавления. Можно включить-выключить функцию Ambient Aware, возможность слышать мир вокруг, и Talk Through, возможность разговаривать, не снимая наушников. Даже можно включать будильник, настраивать эквалайзер, переназначать кнопки и включать режим тишины, чтобы наушники могли блокировать внешние шумы без воспроизведения музыки. Последнее позволит отключиться от всего и сосредоточиться на важном деле. Резюмируя, я могу сказать, что у JBL получились очередные хорошие наушники. Да, они стоят дороже, чем у другие модели, возможно, даже существенно дороже, но они предлагают то, чего нет у многих других моделей этого бренда, и уж тем более то, чего нет у конкурентов в этой ценовой категории. Здесь есть 50 часов автономного звука, премиальные материалы, Hi-Res Audio, и даже удобное приложение, через которое можно настраивать все, что угодно. Поэтому эти наушники как минимум заслуживают внимания. То есть, если вы выбираете что-то в диапазоне 20 тысяч рублей, обратите внимание на JBL Tour One. Эти наушники могут вам понравиться, у них есть все для этого. У меня на этом на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ждите новое видео, у нас обязательно впереди будет много всего интересного, а пока расскажите в комментариях, что вы думаете об этих наушниках, и вообще как относитесь к бренду JBL. Лично мне он нравится, а что думаете о нем вы? ПОДПИШИСЬ!